позову дизель да я доброволец все очень просто что россиянам что армии днр нужно понять что если мы сейчас здесь не справимся в этой спецоперации возвращаться мне будет некуда от днр что с ними здесь будет я не знаю я приехал сюда освобождать спасать и защищать меня подготовили прошли специальное обучение то бою получается ну я ничем не думаю кроме как выполнить задачу то есть уничтожение противника вы нас раненых прикрыть товарищи например вот допустим в обороне тут одно то есть вы сидите и держите оборону а в штурме это совершенно уже другое то есть вы идете на пролом то есть там не получится так что вы а давайте посидим а давайте артиллерия отработает противника просто численность больше допустим артиллерии их накрыли ну все то кажется там никого нет мы идем а их там человек 800 ну начинается связывается бои люди идут кто-то падает кто-то раненый кто-то кричит надо стрелять нужно стреливаться также смотреть за противником и так далее то есть но по факту то у противника тоже история то есть также у них потери также они могут отступать также раненые также они кричат у противника когда мы заходим на их позиции мы видим что у них все что нужно у них есть даже устройство для радио прослушки у них есть все что необходимо теплеки геликоптеры все это присылается с европой сестра евросоюза также гуманитарная помощь что то есть например у них лучше амунирование бронежилет мы честно испытывали вот эти бронежилеты которым прислали сша с европы вот этот бронежилет практически не особо ничего не берет ну честно при мне был произошел выстрел с свд с расстояние метров 400 ничего даже не сломала ни ребра ничего человеку то есть это не про не было пробития плюс бронежилет более удобной в плане движения у них не вот эти липучки все на защелках более удобнее и более качественные то есть раньше представлял что танк уничтожить легко ну так смотрелся фильм да так легко один раз танк выехал ну и не не легко то есть это страшное оружие ну то есть совсем совсем не то что себе представлял и я бы сайте это куда сложнее чем кажется со стороны то есть там подскажет а то ты что-то да я его там быстро взорву ну еще во первых нужно подняться нужно оружие по крайней мере я раздумал что рпг это такое реально мощное оружие рпг нет и шевели уже кажется уже не особо ну больше если честно то противники мне понравилось нлау и дживили нлау куда удобнее при использовании дживили еще удобнее чем птур то есть российские птуры ну если честно не повторили ну неудобная установка там можно стрелять ее там рулите и направлять там чтобы не там ничего не оторвалось он еще и назад может полететь с шевелида выскочил пальму вымежал все танк уничтоженный техник нлау куда удобнее кстати говоря в использовании также но опаснее в плане того что там специальные настройки если неправильно планку поставил то можно своих попасть он реагирует на металл не на тепло а именно на металл чем больше скопление металла туда он и полетит ну то есть допустим неудобнее нлау пользоваться чем шмелем например или ну дживили нам честно я ни разу не пользуюсь только нлау удобнее ну в плане попадания и в плане пробиваемость не на шмелина тоже страшное оружие но все равно удобнее использовать именно нлау честно вот какой стороны смотрят уже посмотреть а в основном раненый вот именно 200 год прям ну за мое время честно не так много было то есть вот у противника я обратил внимание у них большое количество душа то есть допустим на нашего бойца там одного 200 у них сотня 200 да то есть я буду то есть да у нас есть потери но не в таких количествах да у нас есть ранено их много то есть там кому осколками кого пулевое ранение кто долго восстанавливается ну что прямо прямо ну полно выложил именно 200 мало моем подразделении очень мало да он численность больше просто поэтому ну допустим скопление противника этого не та война где надо толпой побежали и все выполнили тут боевую задачу может выполнить небольшая группа но с поддержкой артиллерии техники тогда бы куда проще пройти чем пройдет огромная арава который еще артиллерия накроет и будь большие потери ну честно это был страшный человек ну не то что страшно имеется ввиду что но это был большой накачанный подготовленный человек который не собирался сдаваться ну прошу с него вогом ну и все да ну вот если честно нам не везет мы редко встречаемся с высушниками на наципад попасть которые будут биться до последнего мы случае что один украинский солдат встал и крича слава украине подорвался и гранат да ну то есть мы же окружили ну мог бы издаться по сути ну мы бы не стали его убивать там пытать и не сдался он подорвался и гранат как допустим как вот допустим у такого врага я не могу воспринимать тоже народ допустим украины то есть тут посмотришь одной стороны вроде бы тоже люди ну а вроде смотришь с другой стороны но там пытки наших пленных то есть ну пощады уже таким уже можно сказать не будет ну первое это попасть в плен второе это быть раненым и третье быть убитым не страшно всегда да она просто потом стараешься не то чтобы не думать а стараюсь ну как бы сайт выполнить задачу то есть поддержать своих товарищей не бросить не отступить не убежать это шмель и ну одноразовый шмель одноразовый и в основном часто всегда собой таскаю если на штурмы и а к 12 есть модели первого производства они качественные есть нового производства они перегреваются потому что у меня старого производства я могу стрелять магазинах 15 сходу все нормально греется не так сильно стреляю с нового борца греется ствол все греется и окна ну то есть именно вот когда начинаются окопные войны это планета блиндажи укрытие окопы там всегда лучше всего использовать воги то есть под ствол ну точнее набор штурмовика это 12 магазинов если у него автомат калашникова ну желательно больше нужно больше 6 гранат и там одну-две ргдшки вогов штук 10 минимальная и желательно за собой за спиной и мечами и бронежилет должен быть минимум шестого класса каска кивар ну например у штурмовиков нет такого понятия прощай там давай пока там до свидания или еще такого плохая примета ну вот хотя честно вчера вот вчера прилетела сколы в голову но на излете и ничего такого типа совсем на излете просим бам я буду что-то упала смотрю вот оскол потом каску сразу одел ну тут это зависит уже от самого это если правильно держать сигарету то не демескер ну то есть нашел полосе должна быть закрытая ну то есть вот ну то есть закрыта полностью не видно не да и желательно наклониться его копии тут сложно сказать но это командир скорее всего который может как-то более-менее воодушевить бойцов чтобы те пошли в атаку все атаки вот эти вот все победы вот которые были за счет мужества самопожертвования ну как бы сказать духовного вот этого стержня то есть забывает такое что кого-то не ожидал совсем не ожидал что он пойдет в атаку что он станет полный рост там пойдет в атаку будет отстрелить по противнику там не побежит не испугается то есть это чисто вот именно за счет мужества от местных жителей когда духовного стержня как бы сказать или са и самопожертвование то есть вот на счет бывают победы вот если честно вот самая важная помощь будет если будут отправляться коптеры на дальние расстояния с тепляками и с ночниками вот что самое главное потом следующее что еще больше всего так необходимо по факту прицелы для автомата калашникова под планку под ласточку и донбасса уважаемые соотечественники всем кому не безразлична судьба донбасса все кто болеет за нашу общую родину великую россию предлагаю вступить в наши ряды легендарной штурмовой бригады чтобы вместе единым строем в едином порыве очистить эту землю раз и навсегда от нацистской скверны и и Продолжение следует...